Продолжение следует... 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 Прошло время, мы уже будем начинать служение Я попрошу вас одне, братья и сестры Давайте будем шукать Господа Так написано, шукайте Господа, пока можно найти Его Кличьте, пока Він близко Будем молиться за проповедниками, за всех Для того, чтобы Господь сегодня дал нам еду Нам нужно просить в Него Как написано, копайте на этой долине рвы за рвами И долина наполнится водой Не видите ни витру, ни дощу, и она наполнится Хай это же Божие благодать и сегодня вилится И сейчас первая песня, кто сидит, поднимемся Він воскрес Він воскрес И воскрес И воскрес Не бав же в гробі Більш креста И воскрес 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Цих двоих ученых и шли и сумовали. Те, что произошло перед святом Пасхи, они все разбегли от своего учителя. Пришло разочарование, распачу, их жизнь, все, и, мабуть, не один себе докорал, помилились. И сказали, а мы надеялись, а мы надеялись, а мы думали, а мы надеялись. И вот он иду, он увидел их, разбитые сердца, и он пришел у дороги до них и спросил, чому засмучені? Они говорят, что ты один из тех, кто пришел в Иерусалим, не знаешь, что произошло? Как был пророк сильный в слове и в диле, как его распяли, как его выдали, а он начал объяснивать Писание. И когда он говорил, и приблизились до того села, он дав вид, что хочет идти дальше, но они стали просить. Останься с нами. День заканчивается, уже вечером, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня попросили, не залишся с нами. Уже вечерие, сестры, брати, вы подите, как сегодня темряно сгустилося. Грех, свого боку, прогресует, как написано, горе живучим на земле, потому что диявола зашел сильный ярост. Я часто пригадую одного брата, который давно ушел до вечности, и он рассказывал, когда проповедовал, говорит, что когда-то в Пасконне, годинников не было так, как сегодня каждый имеет, и целую ночь, и когда же ранок, или еще долго. И говорит, что я изучил, пометил, что перед самым ранком, завжди делается очень темно, темриво, сгустается. Это сказало, что скоро ранок. Братья и сестры, скоро настанет вечный ранок. Аллилуйя нашему Богу. Темриво сгустается, хоть свого боку Бог выливает сегодня благодать. Он сегодня працует над твоим, над моим сердцем, но мы будем просить, остаться с нами. Потому что без него мне ничего не варит. Ни я, ни вы ничего не варит. Но когда он будет, если он только благословит, мы будем благословенны. И сегодня я много братов-проповедников, я часу не буду занимать, но я хотел бы, чтобы мы сегодня все сказали нашему Господу. Может, ты разочарался? Может, не видишь никакого выхода? Может, стало темно в твоем жизни, думаешь, все, 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 все меня лишили? Может, ты уже действительно так, как ты ученик, не знаешь, куда идти? Они ушли из Иерусалима в Емаус. Они не ушли в Иерусалим, а уже направились в Емаус. Но на дороге зустрів Господь. И они назад швиденько вернулись от тихий жмит, хоть уже вечер, хоть ночь пришла. Они повертаешься и рассказывают. Шановный дружок, может, ты где-то из этого Иерусалима, из этого Духовного Центра, где-то начали идти, где-то дальше, в какие-то другие места. То я сегодня хотел бы сказать, вертайся сегодня до того Духовного Центра, до Иисуса Христа. Аллилуйя нашему Господу. И поэтому, схиливши своей головой, будем молиться. Аминь. Аллилуйя нашему Господу. Широ дякуємо, що вчора, сьогодні, повеки, ти є той самий. Аллилуйя тобі, Господь. Ми дякуємо тебе, що ти зібрав сьогодні наш, як ташка, цих ташенят підкрила слава тобі, Господи. Зігрій сьогодні, заговори до кожного серця, вилий твою благодать. Аллилуйя. Хай палаються одні наші серця перед твоїм святим лицем. Хай вогонь на жертвенку горить і не гасне. Аллилуйя. Хай ці цвіночки звенять на одежах священників. Аллилуйя. Аллилуйя тобі, Господь, прийди Дух Святий. Аминь. Воскрестись одні в тихих серцях. Господи, чьому серці ще ти не воскрес? Заговори. Аллилуйя. Господи, є вимілість для тих, хто сьогодні чекає її. Боже, хтось, Господи, пішов десь далеко. Боже, хтось на роздоріжі ти сьогодні. Боже, благослови його. Заговори, скажи, то ти є той, який любиш його. Аллилуйя. Розділи цю вечеру. Переламай ти той хліб. Щоб ми сьогодні могли жити. Щоб ми могли наситити свого духовного чоловіка. Щоб тобі могли скласти достойну славу. Аллилуйя. Благослови кожного присутня. Благослови всіх слухачів. Всіх проповідників. Всіх співаючих. Благодать твоя. Хай буде на кожному. Аллилуйя. Господи, преобразися ти сьогодні в нашому серці. Слава тобі, Ісус. Слава тобі, Дух Святий. Хай то є влас, двиня спочине. А тобі честь і подяка. Отец, Син і Дух Святий. Амінь. Слухаємо зараз пісню. Дух Святий. Слава тобі, Дух Святий. Слава тобі, Дух Святий. Слава тобі, Дух Святий. Слава тобі, Дух Святий. Людям життя в нім радість небес. Нам дарював їм щастя, спасіння. Смерть будолавши Бог наш воскрес. Чи ж ти не бачиш радість сердець? Чи ж ти не віриш, Боже, спасіння? Чом ти не ціниш, гром і відець? Слава тобі, Дух Святий. Дух Святий. Дух Святий. Ми сьогодні маємо багато співучих гуртів. Ми постараємося хоч, може, по одній пісні дати заспівати. Ви згідні на те, брати і сестри? Для слави Божої щось так славного? Згідні чи ні? Добре, хай Бог бласловить ще. Може, когось я не бачу. Я хотів би всіх, щоб все це було для слави Господньої. Щоб ми сьогодні могли сплести вінок. Тільки для слави Божої. Не людям, не нам, не нам. Тільки імені Господньому хай буде слава. Сьогодні день радості і щастя для вірних господніх дітей. Сьогодні христовою власцю спасіння прийшло для людей. В цей день Бог каяний неволій Зіняв з наших спутаних днів І випустив душу на волю І смертью він смерть переміг. В цей день хай прокинуться люди Хай станеться чудо ж чудес Хай кожного думка ця буде Від нині і я вже воскрес В цей день не ходіть до могили Бо там вже Ісуса нема Там ангели двері відкрили І світлом вже сяє вона Сьогодні день радості і щастя для вірних господніх дітей Сьогодні христовою власцю спасіння прийшло для людей В цей день хай прокинуться люди Хай станеться чудо ж чудес Хай кожного думка ця буде Від нині і я вже воскрес Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Від нині і я вже воскрес Слава нашому Богу! Сьогодні господь дарував на можливість мати це служення перед Божим лицем Братя і сестрі будемо уважні до Божого слова Будемо цінити тим часом який сьогодні дарував для нас Господь Дякую за перегляд! 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 Якщо окремо треба йти Там , де присутній Господь Він є посág на місці цьому Але це ще мало – він є біля нас Але нам треба піднятися Подняться на гору Господню И вы знаете, не все смогут подняться Не все смогут В Писании ставятся умолвы Кто может подняться на гору Господню Кто может ввести в присутствие Божью И вы знаете, сегодня есть это зибрание И сегодня проповеди, и это Евангелие И для этого сегодня мы слушаем псалмы Продолжение Дух Святой Чтобы сегодня народ Божий Мог бы подниматься в гору Мог бы подниматься на горы благодати Божией Чтобы получать благословение от Бога Благословение Божие Воно несе богатство Воно не обидняет Воно не откидает Но воно поднимает И возрастает народ Божий Для этого нужно идти на гору Господню И сегодня Слово Божие Готует нас Он сегодня нас направит И дусться и працюет Чтобы сблизить с собой И я читал в Миске Писания Кто? Кто сойдет? И не только сойдет А он еще в Миске каже Кто сможет там перебывать Я знаю, есть много людей Которые на подобных зібранях Поднимаются в гору Слушайте, Слово Божие Чувства поднимаются Побули Зошли И пошли дальше Своим життям Хай так не будет Писание каже Кто будет там перебывать И кто будет жить Той каже Получит благословение от Бога И там есть остальные слова Как не захитается По веку Мы сегодня живем в такой час Где брат Василь Горьев Силы, которые сгущаются И знаете, тот кто стоит Он может впасти Той кто стоит Он может захитаться Знаете, лежачу людину Трудно захитати И падать немае куди Но те, кто стоят Те, кто идут Они могут захитаться И они могут падать Но знаете, кто Перебывает на горе Божий Кто ходит в присутность Божию Не захитается по веку И вот состояние сердца таке Что имеет корни внутри себя И которые держат его И говорит И идет на гору Божию Той, у кого руки чистят Кто не колявся ложно Кто даже если давал И злому какие-то слова Но держится его У кого сердце чистое Знаете, сегодня смотрясь на жизнь И каждый из нас Подивится свое сердце И думаешь, где его взять Оте чистое сердце Где его взять Воно таке маленькое А сколько в ньому много есть Сколько там много заходить Сколько его вмещается Но выход есть, братья и сестры Есть чудовий выход Кровь Иисуса Христа Кто получит благословение Моя желание молиться Чтобы сегодня И мы в душі святомо И люди увидели И люди увидели Славу Божию И увидели что там что-то Что там делается И слышали громы И слышали гучный голос И страшно им было Какой-то великий Какой Бог И что он там делает А Мойсей Мойсей вошел на гору Бог покликал его туди И сходи Мойсей с горы И вы знаете Резница была Между ним и народом Народ остался в том самом положении Хотя он видел Что там на горе был Господь Но Мойсей был с Богом И сходить Мойсей А лице его сияет Преобразился И Писание говорит Что мы имеем больше служения Братя и сестры Мы имеем больше служения Ниже Мойсей Написано Что мы кажем С открытым лицем Открываем лице своё Открываем внутрь Своё И сыраем на славу Божию И преображаемся Вы знаете на что мы смотрим Мы преображаемся Вы знаете на что мы смотрим Мы преображаемся Вы знаете кто смотрится На пороки людей На их недостатки На ходы в них Особенно кто критикует Той не такий Они делают не так Прошел период времени В том чему других звинувачивал Вже сам стал такий Вы знаете людина незаметно Не подозрюючи И вы должны сказать Что ты будешь такий Так она нет Я тебя обличаю Я тебя осуждаю Я с ним незгидный Вы знаете когда Дивится с боку И по маленькому оно крадается Людина на что Дивится то преображается Вы знаете когда мы смотрим На славу Божию Дивимся на нашего Господа Мы преображаемся В образ Его Аллилуйя 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 Святий Господь Який сегодня любит тебя Потому что он не понимает тебя Может ты часто сам себе не понимаешь Но знай На месте есть дом Який сегодня понимает тебя И хочет помогать сердцу твоему Хочет сегодня подать благодать свою Но нужно близиться Где место Писание Четвертая книга Второзаконня говорит Когда мы сейчас И делаем огляд Ось с того дороги И тех людей Яки приблизились До витованої земли И каже Згадай что Водопаде твоей дороги Згадай что Замещал Валах Что говори Валах Что Водопаде Ось там Протидела Яки Звершалися Ци замисли Який мав диявол против Израиля Чтобы поразити Чтобы проклясти Али каже Там такие чудові слова Али каже Сьогодні Ви живі До нині ви живі Хто? А ка ті Яки Прилепилися До Господа Аллилуйя Ті Яки прилепилися До Господа Пришла Спокуса Пришли Скушенева Пришли Усі Красиві І жінки Мадіанські Духи обостітелю Пішли в дію Али пі Чиє серце Було приліплене До Господа Вони не уклонилися Вони осталися До нині живими Аллилуйя Брате дорогий Сестра дорога Друже дорогий До чого сьогодні Прилиплене серце твоє І чи ти сьогодні Ще маєш життя в собі Можливо сьогодні Твоє серце Приліпилося До чого то другого І втрачає життя Сьогодні Дум Божий Говорить до серця Твоєго Тому що любить Тебе Господь Аллилуйя Не по іначому Не по іначому Сьогодні говорить Господь А тільки з того Що Він любить Тебе І каже Кого я люблю Того докоряю Будь ревний І покайся Хай благословить Господь Братя і сестри Моє бажання Щоб ми звлизилися З Госпом Щоб піддівалися На Гуру Божу Щоб ми помолилися Щоб ми сьогодні З'єднатися З Господом В одному душі Щоби Слово Боже У нас сьогодні Обійно діло На місці цьому Щоб була подана благодать Для моїх братів Які будуть ще говорити Після мені На сусуди Божі На співаючи На вас Молявшися Ми нуждаємся В цьому Хай благословить Господь Ми коротенько Помолимся Скрили в наші серця Хай буде прославно ім'я Твоє Бо достойні Ти слави Достойні Ти хвали Достойні поклоніння Алілуя Тобі Алілуя Воскрешему І от Дух Святій Начал возмущать воду На місці сіем І розбиваю твердині Даби пошла вода І наполнила доліни Як важливо Чтобі серце Твоє було відкрите І так і многие стоять Як наблюдатели Но я іду поміжду радію народа І осматриваю Твоє сустояние Даби согреть Твоє сліденевше серце Даби сказати Тебе Разбитому мир душе Твоєй І так Романа Сталміна Пришло време Когда поднять молитвы і молення Ібо облако Оно двигається над землею І як ніколи буде Ізлитіе Духа Святого Постана По народі Амінь Краман і Глайду Сталмі Ібо йдет велика Підготовка К переселенню І так ныне Время пересмотреть одежды Свої Ныне Время припоясаться І поднять очі горам Ібо приближається Ізбавлення для народа І враг особо атакує молодой виноградник О, берегите молоді насаждення Як нужно молодежі освящення Як нужно приближення І ныне старці і столиці І не усиливається молитви Амінь Краман і Глайду Сталміна Зажигайте огонь на жертвенніках Плачте і рідайте о славі Ізраїля Лігмен в сурбі дігі дуглорміна Ібо приходить время Когто ляжете при одной обстановці А встанете при другой І так рівняйте дороги свої Рівняйте стези свої Ібо тот, хто вошел в славі Ізчет рівні гілду гломін рівнісні Котори б сказали, вот я посылай Ібо жнив і ниві Они пожелтіли готові к жатве Но так мало є з тих роботніков Которі не трудяться на свій авторитет Но трудяться ради імені моєго І в рівні сурбі дігі дігліміна І так в рівні сурбі діглімі Разваліні жертвенніки Востановіте по слову моєму Ібо було время Был огонь, було благословення Но хто встановив вас Ви іще не сражались до крові І так нині время Припоясанні трезвого служення Ібо в рівні осталось дуже мало Амінь, амінь Амінь, 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 ми бачарминь, амінь, 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 амін Господи, мы дякуем, заходим у благодать моего и просим надалі благословить служение, хайди иду святей на сгудувание и устройство в имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Смутился над всей землёй, зло сберепствует яростно, люди в страхе от ужаса, ожидая конца. Но для нас словом истинным Бог за мной открыл істину, Ход кричит враги истова, наша цель нам ясна. Церковь Божья, ты всегда, служи Богу искренно, Побеждай Божистийной, царство тьме пустошай. Щас будьте воинственно, все пиратство разрешай, Людям ко Спасителю путь прямой указывай. Посмотри же вокруг себя, в ними ждут своевожница, Каждый полос ты подними, граги путь укажи. Сколько много ещё труда, мы почти у заката дня, Подвязайся, брат и сестра, уже вечность видна. Церковь Божья, ты всегда, служи Богу искренно, Побеждай Божьистийной, царство тьме пустошай. Час будьте воинственно, цепи развода срывай, Людям ко Спасителю путь прямой указывай. Браг последняя впереди, Так не будь где-то позади, Весь твои руки возьми скорей, Сердцем ты неробей, Ты помазана, побеждай. Я не буду рассказывать о церкви, о себе, Я просто хочу поделиться словом Божьим. Меня слышно? Слава Богу. Знаете, мы всегда думаем о том, Настоящий верующий человек, у которого сердце стремится к Богу, Он всегда ищет лица Божьего. И Писание говорит, ищите лица моего, ищите. Ищите силы мои, ищите лица моего всегда. И когда ты родился свыше, тебе хочется стремиться к Богу. И церковь, она всегда молится о том, чтобы была сила Божья, Чтобы было водительство Святого Духа. И мы нуждаемся в этом, и чувствуем в этом недостаток. Мы озираемся, смотрим на ту благодать, Которая была в первоапостольской церкви. Мы смотрим на те мощные излияния Святого Духа, Которые были в тех временах, Или там сто лет назад, пятьдесят лет назад. И нам этого очень не хватает, Чтобы сегодня Господь являл ту славу и ту силу. И я так же самое искал Бога. Я так же самое ищу Его и сейчас. И я верю, что Бог даст мне силы искать Его все время, До конца, до переселения. И я знаю, что Бог отвечает на молитвы, И Бог ответил. Я спрашивал, Боже, почему так мало силы? Я спрашивал, почему так мало у меня силы? Что мне делать, чтобы эта сила возросла? Почему в моей церкви так не сильно действует Дух Святой? Есть исцеления, но не такие. Есть слово знания, но не настолько. Боже, Господи, тогда была тень Петра проходила, И люди получали исцеление. А сейчас, Боже, что делать лично мне? Могу ли я достигнуть? Есть ли вообще в моем какую-то способность, Чтобы я смог, Господи, полноценно войти в полный возраст Христов? Покажи мне, Господь. И Господь открыл вот это местописание. И я хочу просто сейчас рассуждать об этом. Я хочу вам передать, потому что это не слово, которое от разума пришло. Я верю и знаю, что это благодать Божья. Давайте откроем местописание первого послания Иоанна. Вторая глава. И здесь Господь показал. И мы просто порассуждаем над возрастами, возрастами духовными. Мы хотим возрастать духовно. И условия жизни христианина – это духовный рост. И часто мы не знаем, в каком мы возрасте. Часто мы не знаем, к чему нам стремиться. И как определить, какой же духовный возраст сегодня у нас. И к чему мы хотим. Какие у нас есть возможности достигнуть духовного роста. И чтобы куда-то стремиться, надо иметь цель. Надо осознать, что есть духовный рост. Какие они бывают, эти духовные возраста. И Иоанн пишет. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого. Итак, Господь здесь показывает четыре возраста духовных. Это дети, которым прощены грехи. Это отроки, которые познали отца. Это юноши, которые победили лукавого, и Слово Божие пребывает в них, и они сильны. И также есть еще возраст отцы, которые познали сущего, познали безначального. И я хотел Господь, спрашивал у Бога, а что такое, что такое дети, кто такие отроки? И Бог открыл, открыл в Галатах, 4 главе написано. С первого стиха. Еще скажу, наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Когда наследник в детстве, когда дети Божьи, они только в этом возрасте, они младенцы, они дети. Они, может быть, уже не совсем младенцы, но они дети, малые дети. И их можно отличить. Они немало согрешают. Но им прощаются грехи. Они хотят расти в силе Божьей. Хотят так вот, как бы, взмахнуть плечами. Но мы знаем, что ребенок, он не может сам вырасти. Он не может сам, сколько бы он ни занимался, а каким спортом ни тянулся, он вырастет, насколько его возраст. Насколько его возраст растет. И поэтому написано, что до срока отцом назначенного. Те согрешающие люди, которые имеют эти согрешения, которые порабощены вещественным началом мира в детстве. В детстве христианин, он еще может волноваться, как мне жить, аж чем мне прокормить. Какие у меня проблемы, как их решить. И мы, когда в детстве, то тревоги, то сомнения не приходят. И часто они их шатают, верующие христианина. Потому что он еще в детстве, он еще не познал отца. Когда люди познали отца, он это и есть отроки, то уже нельзя их сбить с того спокойствия, с того мира. То есть человек, который познал отца, он не боится завтрашнего дня. Когда ты еще в детстве, тогда ты боишься. Тогда тебя может вернуть, сатана может вернуть депрессию. И именно в возрасте детей, как привычка сатанинская, она, знаете, избивать младенцев, как в том Вифлееме. Избивать младенцев. И именно вот эти сомнения, именно это неверие, оно приходит в возрасте детском. И дети, они должны быть подчинены, они должны подчинены быть попечителям, служителям, они должны возрастать. Это духовное молоко, это пища, которая только-только ребенку, который возрастает, чем его кормить. И дети подчинены попечителям до срока отцом назначенного. Кто знает, кто познал отца, кто сегодня не заботится о завтрашнем дне, кто действительно умеет в сердце своем возложить заботы на Господа, и знает точно, что Бог печется, и видит прямые ответы на свои молитвы, это отрок. Он познал отца, Бог ему отвечает прямо. И мы знаем, что дети возрастают до отрока незаметно. Отрок оглянулся и видит, он уже не ребенок. Он оглянулся так же, как и нас. Я еще считаю себя молодым человеком, мне скоро 38 лет. Я так же чувствую, как 18. И я знаю, что духовный возраст часто же не зависит от физического возраста. Человек может быть 20 лет в церкви, 30 лет в церкви, а он остается тем же самым младенцем. И как Павел пишет, говорит, что вы по времени, вам надлежало быть ученицами, а вас еще надо питать молоком. И так мы говорим, что дети, доколе детства, не порабощили вещественным началом мира. У них есть тревоги, у них есть эти согрешения. У них есть постоянно, но Бог прощает и ведет и взращивает. И однажды они становятся отроками. Бог, видя их преданность, видя расположение сердец, Он сам взращивает, ибо ничто полуполивающее, ничто наши усилия, достигающие Бога, но все Бог взращивающий. Ничто насаждающий, но все Бог взращивающий. И потому Христос сказал, чему подобно Царство Божье. Царство Божье подобно семени. Его садят, и человек даже не знает, как оно развивается, как оно само дает стебель. И так это от Бога зависит духовный рост. От детей до отроков. И отроки познали Отца. Когда человек познал Отца, он не боится завтрашнего дня. Бог отвечает на эти молитвы. И мы знаем много отроков, тех благословенных братьев и благословенных сестер, которые молятся, и мы видим ответы на молитвы. И часто очень большому уважению нас отроки. Я благодарю Бога, что я считаю себя отроком. Бог показал мне, что я отрок. Я еще не имею того юношества. Но Бог отвечает на молитвы отроком. И люди, которые познали Отца, они есть отроки. Они не боятся. У них есть мир. Они могут войти и пребывать в мире Божьем. Но это еще не юноши. Юноши, которые победили лукавого. И можно сказать, что если об отроках сказано то слово, и это истина. Какой из вас отец, когда сын попросит хлеба, подаст ему камень? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст. Для отроков это оживое откровение. Это да и аминь. Для детей еще такого нет. Но для отроков есть. Отец никогда не отказывает. И всегда дает. Но юноши, они победили лукавого. Дети и отроки, они могут повелевать, знаете, знамена подподымать, говорить именем Господним, там требую, выйди из этого человека. И ничего не происходит. Потому что только юноши, они сильные, победили лукавого. И когда сказано в Писании, рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя лукавый, не прикасается к нему. Так написано, рожденный от Бога не делает греха и не может грешить. Потому что семя его пребывает в нем. И это юноши. И это юноши. Я хочу повторить, что есть еще отцы. Но только в возрасте юношества человек не имеет согрешения. Это неправда. Братья и сестры, неправда, что никто не достигнет такой праведности, как Христос. Ибо даже написано, любовь такого совершенства достигает в нас. Что мы имеем дерзновение в день суда. Потому что поступаем в всем мире, как Он. Как Христос. Я хочу повторить. Все, что говорится, мы не достигнем, и того не будет. Это неправда. Потому что рожденный от Бога не грешит. Лукавый к нему не прикасается. И любовь может достигнуть совершенства. Что мы будем поступать, как истинно Христос. Не случайно Иисус сказал, верующие в меня, дела, которые творю я. И Он сотворит. И больше сих сотворит. И это истина. Да и аминь. Юноши победили лукавого. В них нет неправедности. Они имеют праведность. Они имеют праведность от Бога. Слово Божие в них пребывает. Они знают прекрасно Слово Божье. И на всякое время, на всякую ситуацию у них есть ответ Словом Божьим. Но это только юноши. И Бог открыл, что такое отцы, которые познали безначального. В возрасте отцовства. Я не буду открывать местописание. Трудновато. Я просто буду вам нагадывать. Вы сами вспомните. В возрасте отцовства. Дух Святой полностью исполняет человека. И все качества и характер Духа Святого являются в этом человеке. И в послании к Тимофею Павел пишет во 2-й послании 1-й главе 7-й стих. Бог дал нам не Духа Боязни, но Духа Силы, Любви и Целомудрие. Целомудрие это не только связано с непорочностью, но цельная мудрость. Мудрость, которая мирна, чиста, мирна, послушлива, скорна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов. Эта мудрость сопровождает отцов. Эти люди добрые. Эти люди имеют добрые плоды и видно их жизнь. Они жизни показывают, что в них Христос. И эти люди, они на лицо даже улыбающиеся и светлые глаза. Угрюмые христиане это не отцы. Те, которые имеют мудрость, написано мудрость, просвещает лицо. И суровость лица человека смягчается, сказано в притчах. Это значит, что человек мудрый, он улыбается и от него веет этой добротой христианской. И это полнота мудрости. Человек никогда не спорит. Он скромен, послушлив. Он ровен и мудрость пребывает в нем. Дальше любовь, которая достигает совершенства. И любовь такого совершенства достигает, что первое Коринфянам с первого стиха. Оно достигает этого совершенства. Сила, которая должна пребывать. Сила, такая сила, как Христос сказал, если скажешь Горесе, и подымись, и вернись в море, будет по словам. Это возраст отца. И сегодня, я хочу сказать самое важное. Сегодня возраст церкви. Сегодня возраст тех, которые мы с вами. Это дети и отроки. Я ни разу не видел ни одного отца. Я ни разу не видел, не встречал отца, такой, который познал безначального. Я встречал, может быть, юношей. Мне кажется, что юношей, я не знаю, их жизнь. Но мы сегодня видим, что так происходит. Я сказал, Господи, мы дети, в лучшем случае отроки. Что случилось? Боже, почему мы молимся? И этого нет. Нету полноценного юношества. И нету полноценного отцовства. Покажи. И Бог показал. Бог показал в Исаии. Он сказал, что это проклятие, которое лежит на церкви. И это проклятие называется... Бог говорит об этом. Зато отниму у Иерусалима посох и трость. Отниму бельможа. Заберу пророка. Прозорливца. И дам им отроков, начальники. И дети будут господствовать над ними. И это есть проклятие, которое пришло через превозношение над народом Божиим. Над евреями, которое было у церкви Божьей. И Бог открыл еще три греха. Три греха, которые сопровождают церковь, которым надо покаяться. Иначе это проклятие не снимется. И Бог не будет взращивать духовно людей. И они так останутся в этом возрасте. И не смогут дорасти ни до юноши, ни до отца. Три греха. Первое. Превозношение знаниями. Превозношение знаниями. Потому что каждая деноминация, и часто каждый христианин, надмивается в сердце своем знаниями Слова Божьего над другими. Над другими деноминациями. Баптист надмивается над лютеранами. Песятники надмиваются над баптистами. Это правда. Отсутствие братолюбия с нежностью, когда о почтительности друг друга предупреждают. Отсутствие. И третье. Много для Бога. Это последнее слово. Много для Бога мы сделали не по воле Божьей. Много сделали не по воле Божьей. Много человек думает, что он этим служит Богу. Но его дело, его труд не стоит на прямом откровении. И Бог говорит, вы много делали, не спрашивай меня. Вы шли, я вас не посылал. И Бог говорит, надо в этом покаяться, церкви Божьей. Что множество дел, множество нашей жизни и трудов сделано не по воле, не по откровению, не прямому. Откровению Водительства Святого Духа. Эти три греха надо исповедовать лично и каждой церкви. Если этого не будет, духовный рост в церкви не подымется, не до юношей, не до отцов. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Песня. 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 и солнце, только началось витать. Они не могли дочекаться этого ранка. Они спешили туда, где находится Иисус. Они имели одну силу, имели одну мету. То, что они имели в своих руках, они хотели помазать тело Иисуса. И они туда идут. Но на их дороге, чтобы совершить их мету, стояла одна велика перегородка. Чтобы дойти до Иисуса, их очи видели, когда закотили великий камень. И камень, как его отбелить? Их не много. Но они, не дивлячись на эту трудность, которая их мает спиткать там, при входе до печери, где лежит Иисус, они все же продолжают свой шлях. Я пам'ятаю, когда Иисус ходил по земле, он зашел в один дом и там находился. Приходит одна женщина, плачет, слезы капают ему на ноги, она волосцем отирает, а он говорит, Симон, я маю что сказать тебе, скажи, Господи. Было два борщники. Один был винный, не много, а другой много. И он обоих им простил. Скажи, який из них будет больше любить? Той, кому больше простил. Правильно, ты рассудил. Ты видишь, цю женщину, яку змучил ворог, яку змучил грех, вона не может даже слова сказать, вона біля ніг моих. Одне, что только делает, вона плачет. Но я бачу ее сердце, я бачу ее внутренность, я бачу душу ее, которая сожалеет о том, что она делала. Дружи мои, сегодня ты находишься на этом месте. Кто прийдет тебя сюда? Какая цель приходу твоего? Может, ты пришел, посмотрите, как будет съездное собрание? Мало тебе будет користи. Но если ты пришел для этого, чтобы встретить Иисуса Христа, то благословенен ты будешь. Шукай его на этом месте, потому что он есть присутствием. Аминь. Амилуя. Можливо, доложи эти километры, выходя из твоей двойки, ты мав этот камень, который довел сердце твоей, и ты сказал, Господи, когда придет эта отрада, когда придет легко для моей души, когда я скину свое сердце, а песня победы, полется до неба. Алфа-Омега Дух Святий, а так мало молитвы, а так мало силы, а так много средств на твоих очах сьогодні, вчера и третьего дня, но тебя видит Господь. Аминь. Дух Святий сказал, что Господь проходит поміж рядами народа цього. Аллилуйя. Ты думаешь, что даремно? Нет? Скараменаудис. Он пришел до тебя, не слышишь, дружи? Но камень, который давит твоё сердце, может быть, это хвороба, может быть, это грех, может быть, что еще что-то давит твою душу. Сегодня тут есть Иисус Христос. Аллилуйя, благословенное его имя. Открывай своё сердце, открывай свою душу. Что ты маешь? Маешь ароматы, слава Бога, маешь силу благодати Божией, восхваляй Иисуса, но не маешь, маешь твой камень, который давит твою душу. Скажи, Иисус, таком, как есть, во имя крови, я сегодня приходу до тебя. Алло, отче, алло, отче, он подошел к нему и говорит, скажи, ты наш, или наш, а он говорит, я воинство Господнего, а теперь он пришел сюда, а не ты снимай обувь, с них твоих, потому что, на котором ты стоишь, есть земля святая. Аллилуйя, почему она святая? Может быть, там не раз речи люди добивались, может быть, там скот ходил, она не была святая, но когда ты пришел посланец неба, когда ты пришел воинство Господня, это место стало святее. Аминь. Это собрание, это место святее, потому что на этом месте пребывает Господь, я вижу его ноги опущены в доме собрания. Аллилуйя, аминь. Алло, отче, откривай свою душу. Алло, отче, обновление Божье начинает делать Господь Духом Святым. Аллилуйя, действия Силы Божьей и во Дух Святой Прохланыч. Скарамаралдис, дай место Богу, реверегеудис, сталья, аминь. Скини, нет, аллилуйя, вера, хер, балаги, аминь. Аминь. Ибо так говорит Господь. Чем правудески, парабатарамарудес? На это место я привел тебя для того, чтобы открыть тебе нечто. К лэмпуру мистум правеша правуды. Ибо я вижу, как многих, помит форма и опрятность. Слово мое оставлено в стороне. И пошли многие почечения других людей. И вот сегодня я ставлю тебе вопрос. Зачем шествие такое предо мною? Ибо вот скоро я произведу великое движение Духа Святого. И пройду великою силою. И что будешь делать тогда ты? И еще пройду к лэмпуру мистум правешаузы. А сегодня я хочу пройти посреди тебя наследие мое. И хочу дать к лэмпуру мистум правеша. И хочу обновить сердце твое. И дать благодать твою внутренность твою. Ибо во многих к лэмпуру мистум правеша граус пренджес. Ибо я вижу, как многие истумилися, ищут выхода, а его как бы нету. И что к лэмпуру мистум правеша? Но если я привел тебя на это место, то на нее открой душу твою. И я сниму с тебя бремя твое и грех твой. И мою кровью твоею. И освобожу то, что давит душу твою. Так говорит Дух Святой. Аминь. И вот так говорит Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. А вот же вера. Скини я правды. Аминь. Дай мясно Духу Святому. Чебрела величание. Аминь. Дай мясно Богу. Откривай свое сердце. Откривай свою душу. Аллилуйя. Не дивиться, что стоїть рядом. Расчество так. Але говори Иисусу. Чебрела величание. Аллилуйя. 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 Чебрела величание. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Душ святий проходи в порядок Кривіні Глайсен і я ставлю вагу Слова Господньо біля кожного серця Добавил DimaTorzok 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 Чи маешь ты объединение с Иисусом? Чи чуешь ты голос Божий внутри себя? Ага лучше, а Бог готовит церковь, а Бог готовит девисту. Керма на стане я, аллилуйя, аминь. Можливо, той голос Божий давно не звучал в твоем сердце. Сегодня тебе на собранье Дух Божий привел, чтобы ты для души у тишинья не шел. Аллилуйя, слава ему. Друзья мои дорогие, не выпускай этого момента. Не выпускай молитвы из твоих уст. Не выпускай молитвы из твоего сердца. Аллилуйя, лечение Божия. Воно вже проходить до твоей души, до твоего сердца и до твоего тіла. Аллилуйя, скарабаналис. А не каже Господь. Керма на стане я, аллилуйя, аминь. А в оце. Поток Божий, він є полною води. Підійди до нього. Не дійки поладись, куді. Керма на усамі, аллилуйя. Багато є людей, які входять в поток Божий. Які заходять. Хто по колінах, хто по лодишку. Але йдуть туди, куди бачать очі. Що їм поток Божий? Він стремиться в одну сторону, а вони йдуть в другу сторону. Іди повністю в поток Божий. Іди на глубину. І той поток Божий понесе тебе до вічності. А в оце. До корену неба. Керма на величання, аллилуйя. До вірки благодати Божией. Аминь. Скинь я правди. Славяк неба дає Господь. Римін и гладись. Приснухайся. Римін и гладись. 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 Аминь. Римін и гладись. 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 Благословенки Ісус живий посеред народу Того, находящийся на цьому місці. Ми несемо хвалу і славу імені Твоєму святому. Слава Тобі! Римін и гладись. Римін и гладись. Римін и гладись. Римін и гладись. Продолжение следует... 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 Ваши святые праворуч А один одному Підсказует Это же Господь Роди мои сестры То была зустріч С Иисусом еще раз Того, которого они знали Того, которого любили Якого слушали И снова он объявлялся Я воскрес Но у вас сейчас нет еды Вы в расчарованном Вы знаете, сегодня немало людей Есть тех, которые находятся в расчарованном Вони пішли в море Вони пішли в житчеве море Те хвилі загортають їх В сім'ї дивился непорядок В житті непорядок Немає нічого для життя Безнадійність Кинувся в море один із них Бо знав, что это Иисус Але Иисус собі звався Чи є в тебе їжа Є немало людей, которые остались без їжи Безнадійні Як жити дальше Вони кидаются в кровородах Житчевих Не знають, как повернуть своя життя Але Иисус в цей момент І в цей день Сегодня має пережитись з тобою одну зустріч І ти маєш з ним Він питається у тебя Чи є у тебя якась їжа Може, ты оставь безнадійний Дивися на свою сім'ю без порядок В душі твоїй без порядок Як дальше жити Я думав, колись він мене благословляв Колись говорив до мене Я був рядом біля нього Бачив чудеса На сьогоднішній день я остався безнадійний Як мені дальше жити Ісус Дивися на наше життя Я віру, сьогодні він дивиться на наше положення І в цьому собранні Він благоволить до цього собрання Він не є мовчаливий в цьому собранні Він є говорящий І він бачить наші розбиті серти Він бачить тих людей Кість запутались в кровородах житчевих Не знають, як дальше жити Приймали рішення певне Що я маю далі робити тільки туди в море Там, що може воно йде якийсь спокій Від того я буду жити в тому морі Але пройшла ніч Приходить ранок І дивіться, немає порожньо В душі порожньо Сьогодні говорилось про лєзнайся А ти може думаєш А в душі мої порожньо Якщо я не до живого іншого служення Як я маю зустрітися з пастиром А з парамаравдиш З чим я пристану перед ним Коли в душі мої порожньо Але браті мої сестри З любові Ісус заговорів Я дам вам їжу І вони побачили на березі Розкладений в огонь Хліб і рибу Браті мої сестри Сьогоднішній Бог Є Бог любові Сьогодні розкладений в огонь Є їжа у нього Для всякого Приходяш, що до нього Не відстукну геть Приходяш, що ко мені А з парамаравдиш єрний Він є вірний в своїх обітницях Але я тебе не відстукну геть Який би ти не був Де б ти не знаходився Він кличе тебе до себе Прийти до мене Я дам тобі життя Ти може безнадійно Слідився на своє положність сімейне Там неважно Зовсім неважно Падаєш низько Хто дасть допомогу Але Ісус дав тоді пораду Він сказав Де можна взяти З якої сторони можна підійти Він розказав Де залишив їх там Хоча б промучилися Може ти промучився Ніби до життя підходить до схилу І промучився Але Ісус Возивайся сьогодні до тебе Я люблю тебе Алілуя 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 Він воскрес для оправдання Він є життєдачель Ах вірний Праведний Кармананець Параманара Вітара Парамана Ішаневра Алілуя 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 Подивись на своє серце Подивись на свою безнадійність Ти там немає може на що і дивитися вже Але маємо дивитися на Ісуса Він сьогодні радом На березі сьогодні є розкладені Він не має шо виглядити свою душу І так і їжа для твоєї душі А спораводиш Це приготовив сам Ісус Вони писали дату Ісус Це ж Господь Алілуя Алілуя Почують Це ж говорить Господь до тебе Будь твій слух притупився до голосу благодатки Божої Це ж Господь Алілуя Алілуя Вірний Алілуя 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 І ти не надаром прийшов на це місце Або ось хто б ти не був Ось ти високо стоїш Але запутався в круговоротах життєвих Ти думаєш будеш жити з того Ах скоро розвіється твоє Алілуя На що ти надіявся Але подивись на своє состояние Щим має до ціни вічність Щим будеш переконти Йордан Алілуя 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 З чим будеш проходити Що є в закономах твої ковідстості Ах порадиш Що є в полусерці Алілуя Вірний Готарабіталав Алілуя Алілуя Велика лєнність ухопила твоє серце Або очі Або очі І ти так живеш Хочеш не бідувати життя з цього світу Але врода скоро пройде Скоро милеться Скоро благодаття візнеться від язвического народа Віде до іншого народу А ще маєш ти зостатись І прийти до ханалу вічного Вічного неба Алілуя Гарабадарабі Гарабадарабі Вічні істині Алілуя Геннівському собранні Що може вийти твою душу Що ти не був безпечним Що ти не бувш І що мог Сделати ли ти сам себе сьогодні І так кажучи І так кажучи Приди ко мене Я дам благодати і мир Я дам тебе благодати і мир мой Ібо многие отошли І стоять очень-очень далі Гарабадарабі Многі даже наблюдають Говорить Господь Ну я говорю тебе Приди Я дам благодати і жизнь Тебе Зачем только наблюдать Що раз говорить Дух Святій Я хочу дати освобождення Твоєй душі Говорить Господь Крайне істомился ты Іспорчена душа твоя Зашов в тупик І стоїш і думаєш Як вийти з него У мене нет тупиков Говорить Господь Сьогоднішній день Я назначил для Тебя Именно Ібо милость моя над Тобою Говорить Господь І над последним моим Ісус Кагнаєць Арсенал Клове Сейчен І вот Сатана строить Свой великий арсенал Для боротьби Для боротьби Ну вот я стою в защиту Тебе Народ Мой Я поставил ангела-хранителям Над тим местом Ібо вскоре потрясу Многое дома Говорить Господь Великое смятенье Будет по домах Это будет вскоре Говорить Господь Увидеть глаза Твої Как великое горе На земле будет Но я милость Тебе сегодня Предлагаю Я объявляю Тебе свободу души Приди Приди К тебе Приди Говорит Господь Я дам Жизнь И дам Питание Мое Есть Тебе Народ Мой Сегодня Лето Спасение Благоплыви Говорю К тебе И есть сегодня Мой голос Тебе еще Аминь Аминь Мои сестры Сегодня пришел час Молиться Пришел час Достать Господа Так как должно Не быть просто Релегийными христианами Зазумите что Говорит Господь У этого собрания Великой Своей любовью Лише до Себя Прийти До Валюта Для чего тебе Томитися Для чего тебе Пустите В гречни души Ты Аминь Аллилуйя в верный Господь в собрании. Аллилуйя! Нас не прошу сказать для Иисуса. Нас не прошу таять. Аллилуйя! А вовсе! В ту разбившем без надежности они находятся. В ту расшарувании находятся в тубику. А ну, виними, дурки, за вас будем молиться. Аллилуйя! Аллилуйя! Ваши важные руки, васям! Я Господь! Такие проходы, истеряющие! Аллилуйя! Управляющий, великий сестерский. С парамадарапараманалдис. Аллилуйя! Аллилуйя! Главдис, а меня открой сердце, шире арминиэмен. Пустив сердце свое Иисуса арминиэкломауден. Ибо облако пустилось на это место. Дождь благодати издевается, кромянеэкломейден. Не меряю даю духа, а кромянеэмен. Притяжащую арминиэмен, до избытка наполню арминиэкломейден. И выйдешь с этого места в великом благословении. Ибо дождь, дождь, последний сливается народ мой. Пробудись, ибо по Сербьям пройду. Великой силе арминиэкломейден. Девлюсь знамение чудеса и многие алкробиникэмен воспрянуть кромянеэкломейден. И воскреснуть, ибо явлю силу мою аминь. За твою присутність, за силу твою. Надо же ты подаёшь зреленья Господи. Ты бачишь тенухи Господи. Ты бачишь, некий петевалый снег Иисус. Умоляю им в лице Твоего. Дай, чтобы снять ему память на дарих. Ар, парамадаш, бельняйте, Господи. Ребенеки, дарапарамадаш. Выведи их на укупика, Ребенеки, дарапарамадаш. Аллилуйя, Ребенеки, дарапарамадаш. Подай им жизнь свечной, Ребенеки, дарапарамадаш. Дай извилення, Алваотшу. А вместо звёзд, без радости, Ребенеки, дарапарамадаш. Василий добрый, благословительный святые. Весхотного служения, Алваотша. Припояжи лименами истины. Дух Божий, Дух Святый. Проснався и восстанится в данном служении по веки. Аминь. Дух Божий, Дух Божий, Дух Божий. Вже до гробу йшли, Біжинки швидко поспешали. Як привігли до могили, Почало світати. Бачать в гробі нема тіла, Стали сумувати. Коли дивляться в куточку, Там, де полотіло, Твоє ангелі в ушатах Близькучих сиділи. Полякались жінки дуже, До земли припали. А їх ангелы питають, Ви кого шукали. Вже нема його воскресвій, Идіть поспешайте. Усім людям про цю радість Ви розповідайте. Ви скажіть їм про Ісуса, Про царство небесне, Може спасть і в їхніх душах, Нас завжди воскресне. Ви скажіть їм про Ісуса, Про царство небесне, Може спасть і в їхніх душах, Нас завжди воскресне. Дорогі брати і сестри, всі присутні. Я хотів би разом з Вами ще раз сказати Слава Господу. І вітати Вас тими радісними словами. Христос воскрес! Він є живий. І не тільки, не тільки на устах, Не тільки це є просто слова, Але ми відчуваємо Його працю на цьому місці. Алірує дьому. Я хотів би сказати, Ті, хто може і вміє молитися, Моліться в серцях своїх, Тому що праця Господня, вона ще не закінчилася. Тому що є ще план небесний, є ще план звичає. І Господь бажає сьогодні звершити свою роботу. Яка Його ім'я? Воно буде звеличено. Читаю Боже слово. Він же сказав їм, не жахайтеся. Ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес. Його нема тут. Ось місце, де поклали Його. Але йдіть і скажіть учням Його і Петрові, Що Він буде раніше за вас у Галілеї. Там ви побачите Його, як Він сказав вам. І ще в одному місці читаються пістання до Филипп'ян. Третій розділ і з восьмої вірші. Тож усе я вважаю за нічого. Ради переваги пізнання Христа Ісуса, Господа мого. Для якого я відрікся від усього і вважаю все за сміття, Щоб придбати Христа. І знайтися в Нім не своєю праведністю, яка від закону, Але з цією, що через віру Христа, З праведністю від Бога по вірі. Щоб пізнати Його і силу Його воскресіння. І участь в стражданнях Його, Оподібнюючись Його смерті. Щоб і досягти воскресіння з мертвих. Слава Господу! В першому місці я прочитав знайомий для нас про радісну вістку, Про благовістку. Зовсім недавно ми святкували оце свято благовіщення. І я хочу сказати, що це не тільки свято було колись для Марії. Але сьогодні це благовіщення досягло сердець Божих дітей, Які відкриті для Господа. І ось ті жінки йдуть до гробу. Написано Марка, я тільки що прочитав. У них є бажання, у них є ціль. Але ось післа не з неба. Він каже, не жахайтеся, не бійтеся. Я знаю, що ви шукаєте живого Ісуса, що ви шукаєте Ісуса. Його немає тут, він воскрес. Але йдіть, скажіть учням його і Петрові, що він чекає на них в Галілеї. Дорогі браття і сестри, дорогі присутні на цьому місці. Каже післа не з неба, але йдіть, скажіть учням його і Петрові. А чому відокремлюється Петро? Він також був учнем Ісуса Христа. Він теж був свідком великих чудес і милостив Господніх. Але бачив Господь серце його. Але бачив Господь його переживання. Але бачив Господь ті моменти, коли він надіявся на себе. Коли в нього була така опора на себе. Але вона пошатнулася. І зрозумів Петро, що не може нічого без Господа. Помірав сили свої. Помірав можливості свої. І оця війна по плоті, вона непідічна для нього. І сильно засумувало серце його. І сильно заплакав Петро, напитано є. І коли він, тим більше, що тоді, коли він побачив Ісуса Христа. Коли погляд його зустрівся з поглядом Ісуса Христа. Але каже, цей ангел з неба, ідіть, скажіть ще й Петрові, що там, в Галінеї, на нього чекає Ісус. Алілуйя. Братя і сестри, дорогі, присутні, чомусь сьогодні на серцію жить, на початку звернутися до тих людей, хто сьогодні себе візніс до тієї категорії, як колись Петро. Можливо, не стало надії, можливо, упустилися руки, тому що був такий момент в вашому житті, і ви не стояли. Був такий момент, коли, можливо, щось підкосило ноги ваші, і сталося падіння. І сьогодні ви стоїте, можливо, там далеко, можливо, аж там на доросі. І думаєте, ця візька, ця благодать не для мене, вона не сягає мого серця, тому що життя моє ось пішло таким напрямком. Але каже, скажіть, Чайпетрові, я чекаю там, в Галінеї, друже дорогий, сьогодні на цьому місці тебе чекає Ісус, який бажає простити тобі, який бажає об'яти тебе любов'ю своєю, і не згадає нічого, тому що любить тебе, тому що любить душу твою. Ти не стояв, можливо, відрігся життям своїм, відрігся поведінкою своєю, але сьогодні сила Божа, я на цьому місці, сила Воскресіння діє, любов Господня, вона сягає і твоєго серця. Скажіть, Петро, я чекаю на нього в Галінеї, не пропусти сьогодні цього моменту, тому що тут тебе чекав Ісус, давно вже чекав, і Він чекає твого навернення. Блудні сини і дочки, сьогодні прийшов той час повернутися в дім батька, тому що слуги мають ізобілі, а ви пропадаєте від духовного голоду. Ви сьогодні розтратили все, що мали, і немає ні одежі, і немає надії, і немає упування. На вас чекає сьогодні Господь. Для вас сьогодні є благовіщення на цьому місці. Благовіщка, вона сягне вашого серця, але почуйте ніжний голос Ісуса Христа, тому що хочу простити вас, як добрий батько, і прийняти свій дім, і ще використати для слави своєї. Тільки придіть такі, як є. Алілуя і Божа благодать, обніме ваше серце, і Божа благодать буде діяти в вашому житті. Ми будемо молитися, братья і сестри. Я читав в друге місце, де апостол Павло каже, що я все вважаю за сміття, ради того, що я пізнав Господа. А тепер я стремлюся пізнати Його силу. А тепер я стремлюся пізнати силу Воскресіння Ісуса Христа. Дорогі браття, дорогі служителя, дорогі проповідники, і всі присутні. Ми сьогодні всі вітаємося цими словами. Сьогодні ті слова лунають в наших селах і місцах. Але сьогодні питання стоїть, чи ви пізнали сілу Воскресіння? Чи сьогодні сила Воскресіння, вона діє в вашому житті, в ваших церквах, в ваших селах і місцах? І каже Павло, я стремлюсь, щоб пізнати цю силу. Я стремлюсь, все вважаю за сміття. Він був вченою людиною. Павло, та хіба ти не знає всього? Та ти ж вчився, та ти ж маєш якусь науку, ти маєш якийсь досвід. А він каже, я все вважаю за сміття, а тепер стремлюсь, щоб пізнати силу Воскресіння Ісуса Христа. Я сьогодні хотів би зупинитися над тим, браття і сестри, чомусь сьогодні серце в такому переживанні. Хочеться, щоб в наших місцевостях, хочеться, щоб в наших куточках, містах і селах діяла сила Воскресіння. Але щоб сила Божа вступила в дію, щоб всяка мертвичина геть вийшла, щоб всяка смерть геть вийшла, щоб прийшло життя Ісуса Христа. Тому що Він є Бог не мертвих, а є Бог живий. Якщо ти є дитина Божа, ти повинен бути живий для Нього. Що сьогодні є в серці твоєму? Чи є сьогодні ця сила Воскресіння? Чи ти живий для Господа? Я згадую деякі місця з Божого Слова. Я написано в старому заповіті, про цю вдову, там, де перебував Єлисей, мав кімнату в їхньому домі. І ви знаєте, Бог благословив і цей дім через Пророка Божого. Але одного часу сталося горе. Сталося таке велике переживання в тієї жінки. Син одинак. Господь до цього часу беріг, не загинули від голоду. І раптом він захворів і помер. І вона приходить в великому переживанні до Божого чоловіка. І розказує в цю велику нужду. Він посилає слугу свого. І каже, ото береже з цю палецю. І швиденько йди, положи на цього юнака. Він так зробив. Але нічого не відбувалося. При чому і хаже, немає ніякого результату. Але потім пішов туди Божий чоловік. І написано, що зайшов в цю кімнату. Нікого там не було. І він нахилився над цим мертвим тілом. І написано, зігрів його. І вічна душа. І ожив цей юнак. Слава Господу! Оскільки сьогодні лосяться жезлів. Оскільки сьогодні посилається людей, які приходять і щось роблять. Але від того немає ніякої переміни. І ніякого здвигу. Але сьогодні є сила Воскресіння. Яка хоче підняти мертвих юнаків і ківчат. Яка сьогодні хоче повернути. Оце наслідтя наше, яке так далеко відійшло від Господа. Сьогодні їм потрібне тепло. Чуєте? Жезл не помагає. Потрібно зігріти любов'ю Господа. Потрібно зігріти тепло Ісуса Христа. О, як не хватає Його. О, як сьогодні захололи ці душі. Як сьогодні захололи ці серця. Шукаючи тепла. Шукаючи миру і до Господа. Шукаючи любові Божої. Вони сьогодні холодні. Їм потрібне тепло. О, дорогі помазанники Господні. Дорогі служителя. Я сьогодні звертаюся до вас. Іменеми Ісуса Христа. чтобы отдать тем душам, которые сегодня уховали, которые сегодня не имеют этого тепла и не имеют жизни внутри. Я верю, что сегодня Господь будет посадать свою благодать еще больше. Я верю, что сегодня сила Божья, сила воскресенья, она будет действовать больше и больше между народом Божьим. И написано второе место, когда притча про блудного сына, когда этот хлопец покинул батьковский дом и пошел очень далеко, и все расстратил. Но пришел час, когда осознав и вернулся. Батько сказал чудови слова. Оцей мой сын был мертвый и ожив. Пропадал и нашелся. Будем рады. Батько понимал, что этот сын для него был мертвый. Хоть физически он перебывал, хоть физически он, возможно, там где-то работал. И низкое его положение было, но он был мертвый. А теперь он вернулся. А теперь снова вернулся в его сердце. И он говорит, что мы будем рады. И будем веселиться. Нехай бы сегодня Господь благословил. Я сегодня хотел бы молиться, чтобы сила воскресенья, она дальше действовала в народе Божьем. Я сегодня хотел бы, чтобы сила воскресенья, она сегодня действовала в Украине еще с большей потугою. Аллилуйя. Потому что в планах Божих делать великую работу и великое дело в нашей земле и в нашей местности. Конечно, вороб восстанет. Конечно, восстанут негодные люди, которые будут тушить огни. А лишь живой Господь, сильный Бог. И его слово выполняется. И то, что он намерил, оно выполняется до остальной буквы. Апостол Павлович уже позже написал в Дии Святых Апостолев, когда он стоял перед судом. Он говорит, что я знаю, за что вы меня судите. За надею воскресенья мертвых вы судите меня. Если сегодня ты станешь во имя Господа, если сегодня Божье помазание, то я на тебя знай, повстануть люди, которым не понравится эта сила. Каким лучше быть мертвящиною, которым лучше быть формой его, обрядом и религией, которые повстануть против, но и сильный и вирный Господь. Мы будем сейчас молиться, братья и сестры. Я хотела, чтобы мы открыли свои сердца. Я хотела, чтобы сейчас в этом зібране сила воскресенья Иисуса. Она вечно в каждое сердце. Я хотела, чтобы ее познали служителя. Я хотела, чтобы ее познали проповедники. Я хотела, чтобы она вечно в церкви, в места и села. Мы должны сегодня вопрос задать. Почему так много греха в нашем месте? Почему так нет устройства? Почему нет благословения? Потрібна сила воскресенья. Если уйдет Иисус, если уйдет туди двое струе, Слово Божье и Дух Святий там все оживе. Там не будет мир твичины. Там закат темриво выйдет. Там прийдет Боже свят. Дорогие батьки и матері мои. Дорогие бабушки и дедушки, покрытые северночью. Судья молодая поколение нуждается в вашей молитве. Судья молодая поколение нуждается, чтобы тоже благодать его был посланный на их сердце. Давайте мы разом поднимем голос молитвы. Господь на этом месте. Облако Божье зупинилось на этом месте. Нехай без сила Господня тела. Нехай без всяка мертвецчина. Гетючна. Нехай без сила воскресенья. Моя вечна в каждое сердце. Аминь. Молимся. Ты много, аминь, проехала километров, кроме Нагайса, для того, чтобы прибыть на это место. Но прежде, чем ты пришел на это место, я пришел, говорит Господь, для того, чтобы снять нож из плеч твоих, аминь, для того, чтобы развязать тебя, аминь, и отпустить тебя на свободу, аминь. Ибо измученный, измученный и истерзанный, аминь, ибо много пережил ударов жизни своей, аминь, ибо много бросали камни на тебя, аминь, и много судили тебя. Но здесь есть судья справедливый, который протягивает скипетр свой, для того, чтобы явить жизнь для тебя, аминь, для того, чтобы обновить, аминь, и просить тебя, так говорит Дух Святой, аминь. Ибо ныне время для того я дал для тебя, аминь, чтобы ты взыскал меня, Ромена Гайса, ибо я на этом месте и ныне зову тебя, аминь, и протягивай руки, ибо сей день милостей, аминь, для тебя, Ромена Гайса, аминь. И я желаю перевязать раны твои, аминь, и я желаю, аминь, дать свет для души твоей, аминь, дабы ты узнал любовь свыщего, аминь, аминь, и силу прощения, говорит Дух Святой, аминь, о майне Гайса, аминь. Так, Ромена Гайса, на этом месте я зову тебя, открой сердце свое, и войдет мир мой, аминь, и мой поток, учащающий для души твоей, так говорит Дух Святой, аминь, аминь. Аллилуйя тобі, Господь, ми прославляємо ім'я Твоє, Ти є живий, слава тобі, ми дякуємо тобі, що ти не залишив сиротом і людей на землі. Ми дякую тобі за октя, що ти послав Духа Святого в воскрес для того, щоб нас оправдати, щоб Духа Святого нам дать. Аллилуйя тобі, Аллилуйя тобі, Ісус, Ти є тут, на цьому місці, серця наші відчувають, Ти прийшов на це місце, щоб мати зустріч учнями Твоїми із Петром. Аллилуйя, Аллилуйя, Ти прийшов навернути тих, які, можливо, відпали, які, можливо, відплювилися від Тебе, які, можливо, не вспоняли. Я вважаю, що тоді сила воскресіння протинеться їхнього серця. Аллилуйя, 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 Твоє, Твоє звершає цю праці надалі. Господі, і нехай ця сила звершує, Господі, роботу в кожному серці, щоб, Господі, серфа Твоя, вона має бути живою, вона буде приготовленою. На всякий час зустрічати Тебе, Господь. Ми смиряємося перед Тобою і просимо Твого благословення надальше. Ісус, нам потрібно йти надальше. День стоняється до вечора, вже вечорі є. О, як потрібні поради Твої, як потрібне благословення Твоє та народу Твоєго, духовне і матеріальне. Ісус, сьогодні споглянь на це місце, вилий сьогодні потоки Твоє, Ти є щедрій Бог, Ти є щедрій Батько. І нехай сьогодні перев'яжеш рани, ти бачиш тих людей, які сьогодні можливо відверджені в очах Своїх, які, можливо, сьогодні мають і душевні рани. Господі, хто їх може залічити? Хай цей час, Боже, буде посланий бальзам Твій, хай буде посланий пластир Твій, щоб відстілялися не тільки тіла, але й душі, які сьогодні не можуть простити, які сьогодні поранені, які сьогодні, Господі, є обездолені і побиті. Ти сильний, Господи, і зцілює Те. Нехай діти Твої будуть здорові, нехай прославляють Тебе в тілах, в своїх і душах, які Тобі належать, Господі. Останься з нами надальше. Ми потребуємо Твоєї благодаті, Твого благословіння, тому що добре нам з Тобою бути, добре нам з Тобою завжди. Тобі слава, честь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Тобі слава, честь, Отець. Не говори, що все пропало, і не буває вже чудес. Христос у смерті вирвав жало, почне та третій день Воскрес. Коли надія в серці гасне, дивись у гору до небес. Тут на землі все дочасне, Христос є вічний, Він Воскрес. Хоч буря стогне, не ставайся, заоприєм, хоч проміщець. Тобі він каже, не лякайся, раді спасити Твій Воскрес. Коли надія в серці гасне, дивись у гору до небес. Тут на землі все дочасне, Христос є вічний, Він Воскрес. Коли надія в серці гасне, дивись у гору до небес. Тут на землі все дочасне, Христос є вічний, Він Воскрес. Христос є вічний, Він Воскрес. Душа від радості співає, Христос вільнив нас від тюрми. Як хор небесний залунає, Тоді Воскрес немо і ми. Коли надія в серці гасне, дивись у гору до небес. Тут на землі все дочасне, Христос є вічний, Він Воскрес. Коли надія в серці гасне, дивись у гору до небес. Тут на землі все дочасне, Христос є вічний, Він Воскрес. Слава Богу, брати і сестри! Ви не померзли? Продовжуємо? Я знаю, що, мабуть, трохи померзли, але я дивлюся чогось біля води, ніхто сьогодні не сидить. Знаєте, вдома ми молилися, і хтось з дітей, бо навіть може, коли я не говорю, але вони молилися, чую, хтось з дітей каже, щоб сонце не пекло. Думаю, на що вони так моляться? Хай би було сонечко, але ви знаєте, з одного боку, дуже добре, навіть брати їхали, кажуть, слухай, то що таки не могли, каже, змивати такий дощ і шоу? Але приїхали, каже, тут немає дощу. Дяка Богу, брати і сестри! Наслюбень Господі, я завжди знаю, якщо для християн було холодніше, то вони що? Кребшгоріли, так чи ні? Пильнували. Бо якщо тепло, повна воля, уже тут і дехто приліг. Відпочивати. Брати і сестри, це заставляє, щоб ми сьогодні пильнували більше. Хай Господь благословить. Ще тут є брати, я хотів би, щоб всі вони сказали. Будете слухати? Скільки буде? Щось не всі. Написано, йди, скажи, що зробив з тобою Господь. Цей браток хоче розказати, що з ним зробив Господь. Прошу. Якщо ви дозволите, то я на російській мові буду. Можна? Дякую. Ви знаєте, коли ми тільки приїхали сюди і шов дождь, я тут проходив, смотрю по сторонам і шов сюди. І слуху, дві сістрі розмовляють. Це не то, щоб я подслушував, дві жінки. Так розмовляють, кажуть, ну, якщо це тут такі проповедники, чого ж вони не можуть зробити, щоб дождь остановився? Якщо вони тут такі проповедують, чого ж вони не можуть зробити, щоб дождь остановився? Я не знаю, можуть це зробити проповедники чи ні, але я знаю Ісуса, Который воскрес, Который може зробити дождь. Слава Ему! Аллилюя! І те, хто це говорив, я думаю, що ви самі в цьому в цьому вбеділись. Хвала Господу! Наш Ісус, коли був на цій землі, він останавливав бурі. Любі бурі він останавливав. І сьогодні він воскрес і він останавливає любі бурі. Амінь! Слава Господу! Дорогий брат і сестра, Удержи голос твой від слез, Глаза твої від слез і голос твой від рыдання. Є награда за труд твой. Твой Творец видит Тебя. Твой Господь видит Тебя. Он знает Тебя. Не опускай свои руки. Продолжай молиться. Продолжай взывать Господу. Один муж Божий, очень могущественный, у него опустились руки. Он несколько месяцев находился в состоянии, когда не знал, что ему делать дальше. И однажды его жена пришла вся в черном. И он спросил его, почему ты в черном? Она сказала, мне приснился сон, что Христос умер. И я в черном. Он ей говорит, ты что? Как это умер? Он же воскрес! Она говорит ему, если он воскрес, почему ты так живешь, как будто он умер? Если он воскрес и живой, почему ты опускаешь свои руки. И вы знаете, у проповедников тоже опускаются руки. У мужей Божьих тоже опускаются руки. У Моисея опускались руки. Такие служители, как Илья, бывало уходили в пустыню и просили себе смерти. Но Христос воскрес! Аллилуйя! И Бог воскресил его из мертвых, чтобы мы имели славу и упование, живую надежду. Он знает, как помочь тебе. Он знает, как прийти к тебе. Знает, как освободить тебя. Он знает, как дать тебе надежду. Он знает, как укрепить твою веру, потому что Он воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Халлилюя! Слава Господу! Вы знаете, однажды к нам в служение пришел один молодой человек, это было несколько лет назад. Это было на Пасху, на воскресенье. И я видел, этот человек имел сильные проблемы. Он был сильно зависим от наркотиков. И его всего ломало, выкручивало. Он не мог даже досидеть, с него отек пот, слезы, он не мог сидеть на месте. Я думаю, только бы он досидел до конца служения. Досидел, я сразу побежал за ним. Подхожу к нему, протягиваю ему руку, он уже хотел уходить. И говорю ему, Христос воскрес! Он говорит мне, воистину воскрес! Я говорю, ты что, веришь, что он воскрес? Он говорит, да. Ты точно веришь, что он воскрес? Ну да. Но если он воскрес, значит он живой? Ну да. Но если он живой, ты можешь к нему обратиться, и он тебе поможет? Ну да. Но давай помолимся с тобой к нему, обратись к нему, попроси у него прощения. И вы знаете, мы совершили там короткую молитву. И он в тот же самый миг, сразу же получил свободу от ломки и от наркотиков. Слава Иисусу! Кто это сделал? Халлилуйя! Христос воскрес! И только что брат говорил о силе воскресения. Но как часто нам не хватает немножечко веры, чтобы поверить, что это произойдет в твоей и в моей жизни. Вот с кем-то это было. О, я это слушаю. Но что это произойдет с тобой или со мной? Может быть оно произойдет завтра. Может быть послезавтра. А с кем-то это происходило вчера. Но Библия говорит, что Христос, который воскрес вчера, сегодня и вовеки тот же. Слава Ему! Сегодня Он тот же! И Он сегодня желает благословить тебя! Послушай, и Он благословит тебя. Только немножко поверь Ему. Он воскрес из мертвых и дал нам веру. Дал нам надежду и упование. Вы знаете, я не из тех людей, кто сразу поверил в воскресение Иисуса. Я знал, что Он был когда-то на этой земле. Я исповедовал, что Иисус это пророк. Но я не исповедовал то, что Он воскрес. Я был мусульманином и верил, что нет Бога, кроме Аллаха и Магомеда, пророк его. И, вы знаете, я избрал свою дорогу с жизни. Нет времени про это рассказывать. Но эта дорога привела меня к наркотикам, к серьезным травмам. Я уже был не жилец. Хотя искал чего-то, достигал чего-то, был в преступности и тому подобное. Я имел большие деньги. Но все это привело меня к тому, что я оказался в горизонтальном положении. Когда никто уже не мог мне помочь. И в последний раз в 97-м году, когда меня задерживала служба безопасности Украины, они нанесли мне серьезные травмы. И через некоторое время я оказался в больнице. Мне поставили трубку, уводили жидкость, а потом отправили домой. Я колол огромные дозы наркотиков, чтобы как-то снять боль. Ничего не происходило. Я понимал, мне было всего 25 лет. И я понимал, все это конец. У меня нет никакой надежды. Я видел, как мои родные, они ходили кругом. Они заглядывали, смотрели. Они пытались мне помочь. Но никто ничего не мог сделать. Они только вздыхали и ждали. Это конец. Я сам понимал, это конец. Никто уже не поможет мне. Мои деньги, связи и тому подобное. Ничего не могло помочь. Врачи не могли помочь. И вы знаете, находясь в таком состоянии, когда моя мать видела, что я нахожусь в таком состоянии, она поняла, что больше надежды нет никакой. Она слышала о живом Боге. Когда-то в детстве ей рассказывали. И она поняла, ей нужно примириться с Господом и молиться за своего сына. Она пошла в церковь, в молитвенный дом. Она покаялась и начала молиться за меня. Дорогие матери, дорогие матери, дорогие отцы, я знаю, здесь есть много людей, Дух Святой свидетельствует мне сейчас, которые молятся за своих детей. Ваши дети погибают в беззакониях. Они мертвы. Но есть сила воскресения. Алилуйя. Послушай, Христос воскрес, и Он слышит тебя. Доверяй Ему. Многие люди есть на этом месте. Родители, которые не доверяют Богу своих детей. Вы не можете доверить Ему своих детей. Вы хотите спасти их сами. Дух Святой говорит это вам. Отпустите их. Молитесь за них и отпустите их. Доверьте их силе воскресения. Доверьте их воскресшему Христу. И не опускайте руки. Они не слушают тебя. Они перестали слышать тебя. Они ведут себя, как будто это не твои дети. Как будто это не те дети, которых ты растила или растил. Как будто это не те дети, которых ты вскармливала. И ты думаешь, как же это будет? Неужели они спасутся? Послушай, есть сила воскресения. Есть сила воскресения. И эта сила принадлежит тебе через Иисуса Христа. И детям твоим через Иисуса Христа. И вы знаете, пока моя мать ходила в служение, она молится. И она думает. Вот она пришла на служение. Она слышит проповедь Слова Божьего. И у нее умножается вера. И она думает, я приду домой, и мой сын здоров. Ему хорошо. Ему будет лучше. Она приходит и видит ее сыну еще хуже. Она рассказывала, сколько раз она хотела опустить руки. Сколько раз дьявол просто вкладывал мысли в ее голову. Ничего не будет. Ничего не изменится. Он погибнет. Уже врачи от него отказались. Не будет ничего. Но она продолжала молиться. Она продолжала молиться. Продолжала молиться в сомнениях. Продолжала молиться в неверии. И в той очень маленькой вере, которая у нее была. Продолжай молиться. Бог слышит тебя. Ожидай Его. Послушай, будешь ехать домой? Ожидай Его. Приедешь и в церкви? Ожидай Его. В потаенных комнатах? Ожидай Его. Представай рано пред Ним и ожидай Его. Вы помните, как ожидали Иисуса апостолы? Они ожидали Его с великой верой после Его воскресения? Нет. Они сомневались. Они боялись. Они были испуганы. Но разве Христос не пришел к ним, когда двери были заперты? И не сказал им, мир вам! Халлилуйя! И если двери заперты, ожидай Его. И если ты в сомнениях, ожидай Его. И если ты в страхах, ожидай Его. Он обязательно придет, даже если все закрыто. И скажет тебе, мир тебе, мир душе твоей. Халлилуйя! И вы знаете, она молилась и не было ответа. Пока она не поняла, как ей нужно помолиться. Все это время она молилась за своего сына для себя и ради себя. Она просила Господи, исцели его, исцели его, исцели его. Но потом она никак не могла согласиться с волей Божией. А если вдруг он умрет? Никак не хотела согласиться с этим. Но потом она сказала, Господи, если хочешь, забери его. Только пусть он не уйдет с этой земли непокаянным. Дай ему покаяние. Спаси его душу. Это самое главное. Спасение души. И Бог услышал ее молитву. Халлилуйя! И я тому свидетель. Семь лет прошло. Я живу семь лет уже, которых не должен был жить. Господь даровал мне жизнь. Как мне было сложно поверить Ему. Как мне было сложно принять Его. Преступнику, руководителю преступной группы, наркоману и мусульманину. Вы можете себе представить, сколько забубонов было в моей голове. Но Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибших. Халлилуйя! И Он силен смирить всякого, кто ходит пред Ним гордо. Он смирен самых сильных поставить на колени. Он силен из самых жестоких выжать слезу. Потому что Он воскрес! Халлилуйя! И дал нам славу, упование, чтобы мы верили Ему и надеялись на Него. Дорогая душа, да благословит тебя Господь! Я хочу помолиться вместе с вами короткой молитвой за тех людей, кто уже устал. Кто решил опустить руки. И если вы есть на этом месте, давайте мы поднимем наши чистые руки перед Богом. И мы совершим эту молитву. Смело перед Господом. О, Господь! Халлилуйя! Халлилуйя! О, возвы свой голос! Халлилуйя! Слава! Слава тебе! Ты воскрес, Иисус! И пред Тобою преклонится всякое колено. Халлилуйя! Халлилуйя! Слава тебе! Слава тебе! Слава тебе! О, благословен, благословен! Он наш добрый Господь, Господь Иисус, Ты, который воскрес из мертвых, Ты, который имеешь ключи ада и смерти. Халлилуйя! О, Ты, Царь царей! Господь господствующий, мы поклоняемся Тебе на этом месте. Господь, мы благодарны Тебе за силу воскресения, который Ты воскресил нас. Халлилуйя! Халлилуйя! Господь, Господь! Господь, Господь, помоги поднять в Своих глазах небо, увидеть вечные обетования Твои и надеяться на них. Благодарим Тебе, Господь, благодарим Тебе. Ты, Иисус, воистину воскрес! Господь, Господь, ты дверь. Продолжение следует... В пустыне сумрачной земной Иду я в город неземной И я живу тобой одним Небесный Иерусалим Вдали я вижу город тот Тот чудный город неземной И я живу тобой одним Небесный Иерусалим Хоть спотыкаюсь я порой Но в это время дух святой Мне утешение дает И радость сердце он несет Вдали я вижу город тот Тот чудный город неземной И я живу тобой одним Небесный Иерусалим Пустыне сумрачной земной Иду я в город неземной И я живу тобой одним Небесный Иерусалим Вдали я вижу город тот Тот чудный город неземной И я живу тобой одним Небесный Иерусалим И я живу тобой одним, небесный Иерусалим. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. И сказал, где вы положили его? Говорят им, Господи, пойди и посмотри. И Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. Господи, тот, кого ты любишь, болен. Сегодня прозвучали слова в семье Марфы и Марии Лазаря. В той семье, которую любил Господь, где его всегда ждали, где готовились ко встрече с ним каждый день, в которую любил очень Господь, что-то произошло. Господи, тот, кого ты любишь, болен. И когда по прошествии нескольких дней Иисус направился туда И по дороге встретил Марфу, он ей сказал Не бойся, воскреснет брат твой. Слава Богу! В моей семье, которую любил Господь, которые с детства наставлены своими родителями, произошло то, что тот, кого он любил, заболел. Родившись маленьким ребенком И как каждая мать, и как каждый отец желает, чтобы его дети, ихние дети следовали заповедям Господним. Все то, что они приняли от Господа, они старались передать и нам. Я был третьим по счету. Нас было пятеро, но с раннего детства. Я захотел узнать этот мир. Меня вели на служение, но я убегал. Приходил к концу, чтобы увидеть, кто закончил, и сказать, и я там был. Сатана, видя мое нежелание и мое непослушание, все дальше и дальше уводил в глубины этого мира. Господи, тот, кого ты любишь, болен, звучали слова в сердце и на устах моих родителей и тех, кто знал нас. Моих родственников уделялись. Почему Господь? Почему именно в этой семье именно среди пятерых один заболел? С раннего детства. Что случилось, Господи? Приходят служители, хотят поговорить, я избегаю. Я находил время, уезжал на несколько лет, чтобы только не встречаться лицом к лицу со своими родными, потому что я не мог поднять глаза, потому что я знал, что я живу неправильно. Но тот, который заманил и который уже гнал, он не давал силы вернуться. Было скорбь, было скорбь и было тяжело за бесславие юности. И вы знаете, когда Господь казался, я сокрушался и плакал, но уже не имел силы, Господи. Тот, кого ты любишь, болен, звучали слова в семье. Что делать? Посты, молитвы. На каждом служении возвышаются руки матери, и слезы отца всегда видны. Тот, кого ты любишь, болен, что делать? Своими силами пытались, своими силами старались устроить мою жизнь. Когда кололся, старались лечить. Когда сидел в тюрьме, старались как-то облегчить мою тому часть, но ничего не происходило. Только боль и слезы матери. Господи, тот, кого ты любишь, болен. И когда пришло время, и когда на разум пришло, передо мной братья говорил, положите его. Оставьте его, положите его для Господа. Тогда Господь начал говорить в мое сердце. Бог устроил, родители уезжают за границу. Последние два года я вообще не разговаривал со своим отцом, потому что я знал, что единственное, что я услышу, это, сын, остановись. Оставь беззаконие, потому что тебя ждет небо. И в таком состоянии, и на таком пути, на котором стоишь ты, ты идешь ад, но для тебя приготовлено небо. Остановись. Два года перед отъездом своих родных я избегал разговора с отцом. Когда они уехали, и по прошествии какого-то времени мне позвонили и сказали, что отец заболел раком, и я в разговоре с телефоном, когда разговаривал с ним, он взял трубку, хотя это было не часто, и даже очень редко, он сказал такие слова. Я еще раз хочу тебе сказать. Может, у меня уже не будет времени, может, и уже не будет возможности на этой земле сказать тебе, остановись. Остановись, тебя ждет небо. Оставь беззаконие. Подними руки к небу и покайся, и ты увидишь, что сделает Господь. Умер. У него был рак. И когда приехали наши друзья, привезли кассету, и я ее смотрел там, на Волынии, в селе, в небольшом доме сидело 20 человек, его односельчан, родом из села, которого он. И когда я смотрел, и я помню несколько фрагментов этой видеозаписи, и когда была показана его палата, где он уже 10 дней до смерти, измученный болезнью, изъеденный раком, около 50 килограмм веса, лежал на кровати, подключен под эти провода, под эти мониторы, которые давали питательную жизнь, и ослабевающее тело поддерживали. И когда заходили мои родные, мои близкие, которые сижались со всей конца Америки, с Аргентины, с Мексики, с маленькими детьми, и когда они подходили туда, они были со слезами на глазах. Оператор, снимая камерой, направлял их, я видел, они плачут. Я сидел, я плакал, я смотрел на его лицо, на котором были слезы, но я не понимал. И когда пришло время, когда они зашли, сказали, давайте будем молиться, чтобы это время, которое Бог даровал нам на этом месте, это время встречи, твоей жены, твоих братьев, твоих племянников, твоих внуков, чтобы Бог облегчил твои страдания, и даровал нам возможность общения, Он сказал, не надо, не надо за меня молиться, я знаю, куда я иду, аллилуйя, я буду молиться за вас, говорит, за то, куда я иду, чтобы и вы туда пришли, чтобы пришли мои внуки, чтобы пришел тот, который там за океаном, не надо за меня молиться, я буду молиться за него, там, где мы его положили, там, где мы его положили, я буду молиться, чтобы услышал Господь. И по прошествии какого-то времени, когда он умер, и было показано похорон, процессия останавливается, ставится гроб, и пастырь читает, читает родословную нашей семье, и говорит, вот брат, показывает на него, он лежит в рабу, вот, говорит, жена, читает имя, отчество моей матери, вот, говорит, старшая дочь, читает ее имя, имя ее мужа, имя детей, вот, старший сын, и перечисляет семью, вот, младшая дочь, и перечисляет семью, вот, младший сын, и его, четыре человека, и он, затаив дыхание, смотрит недоуменно на этот лист, и молчит, а я смотрю, и спрашиваю себя, со слезами на глазах, а где же я, почему ты не называешь меня, но он, когда пришел в себя, он сказал такие слова, и есть у него еще один сын, который пока не с нами, вы знаете, я еще и еще раз услышал голос неба, что тебе надо остановиться, что тебе Господь повелевает остановиться, посмотри, ты еще не с народом Божиим, но сколько слез, сколько молитв было положено на алтарь престола Бога за тебя, посмотри, где вы положили его, пришло время, где вы положили его, сегодня праздник, посмотрите, сколько людей, мы празднично одеты, я когда приехал сюда с братьями, я смотрел, как едет транспорт, стоит много машин, стоят автобусы, написано, когда был праздник, иудейский Иерусалиме, и Иисус, направившись туда, он зашел в Ефезду, аллилуйя, слышите, все пошли на праздник, как сегодня пришли мы, но он пошел туда, где был положен тот, который не имел человека, где положили того, который 38 лет, и ждал, 38 ждал, чтобы кто-нибудь пришел, и заходит туда Христос, аллилуйя, где вы положили, слышите, недорогой ли у меня сын, говорит Господь, слышен этот голос в раме, тех, которые сегодня Сатана приготовил к переселению, там слышен плач, и слышна молитва, и слышны слезы Рахили, но также Господь слышит и плачущего Ефрема, аллилуйя, слышите, он слышит его, он видит, что он сегодня несет тот, который отступничеством, тот, который непослушанием сегодня просхищен и похищен Сатаной, он и его слышит, слышите, тот, который несет сегодня бесславие юности моей, и Господь говорит, нам устами пророки, недорогой ли у меня сын, нелюбимое ли дитя, как только вспоминаю о нем, с любовью, говорит, вспоминаю, вся внутренность моя возмущается за него, аллилуйя, слышите, когда наступила полнота времени, иди и посмотри, где он лежит, иди и посмотри, аллилуйя, когда наступила полнота времени, иди и посмотри, где он лежит, не уставай, дорогая мать, не уставай, дорогой отец, поднимай руки к небу, возноси молитвы, и ты увидишь их, ты увидишь их спасенными, аллилуйя, потому что тот, который пришел в нерукотворное святилище со своей кровью, он туда принес вечное искупление, и взял от сидящего на престоле книгу жизни, и она сегодня в его руках, и он сказал, я не умолкну и не успокоюсь ради Сиона и Иерусалима, доколе не зайдет, как свет правда его и спасение его, как горящий светильник, слава ему, пока он не увидит тебя и меня, пока он не увидит тех, за кого и ты возносишь молитвы, вот там в небе, он сказал, я не успокоюсь, пусть поможет всем нам Господь, не останавливаться, не роби себе ничего, как когда-то было сказано тюременному стражу, и спасешься ты и весь дом твой. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорога Дорога, дорога, дорога Превыше всех других путей земных Иисус, моя заветная дорога Она и путь, и истина, и жизнь Дорогие братья, сестры, молодь, гости Дорогие, я витаю вас всех Любовью нашего Господа Иисуса Христа Какой сдружили хлопець и девчина Ну и сталося так Хлопчина увірував От побував на таком зібранье, как мы И увірував Вертається зібранье додому До своей коханой, яка ты знаешь Я увірував Иисуса Давай, каже, кайся ти И будет такая молодая християнская семья И будемо гарно жити до Господа Ви, напевно, звернули, друзі, увагу Що та сторона, яка не каїться Починає диктувати умови И она ему каже А не Або ты Або Христос Так то вона бере Він почав молиться до Господа Боже, дай мне что сказать для неи Вона бачить, что Вона не может переконати свого милого И говорит ему Давай сделаем так Давай поживем, как мирские непокаяние люди А как постареемо То и будем покаяться Будем Библию мать Тихонько себе читать, да и годи Він почав молиться, Господи Что мне ей сказать И Бог ему открыл И на следующее побачение Він приносит старый Пожовклий Повялий Розпадающийся букет квитов На тебе, миловь, щиро сердце На тебе, ты что? Ты что? Ты за кого меня рахуешь? Він каже Не я тебя так рахую Это ты так поступаешь и с Богом Пока ты молода, свежа Гарна, вродлива, здорова Дай в блуд Дай в пьянку Дай в сварки Дай в колитство Каже, а как постареешь Морщины, хвороби Горбата з палкою На тебе, Боже, что никому уже не может Була другая история Это история, это не байки Так, також хлопчина, девчина дружили И сталося так, что вона уверовала Как вона уверовала, то вона Ему каже, слушай, давай покажемся гортом Будем устроить Господа Иисусу Давай Он говорит, что? И сразу, сразу начинает диктовать Ви это звернули в огонь? А ведь их из Бога уже диктует Ви это сразу каже Або Христос, або я Думай Вона любила Его Вона учила молиться Господи, что мне сказать? Вон дав для нее 7 дней Ото 7 дней Думай Она молилась, молилась И Бог ей открыв, что сказать И вона ему сказала, каже Апостолиев 3-й 26-й вірш Ось так написано Это проповедь апостола Петра Воскресивши свого отрока, Бог послав его перше до вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх вчинків Всі гордом скажем Аллилуйя Аллилуйя О чудово Аллилуйя Бог створил небо и землю И когда Бог створил людей То по земле еще люди не ходили И смиття еще по земле не было Но когда Бог створил людей, Бог хотел, где бы их поселить? Шукав, шукав, шукав И какая вона не была бы хорошая земля, но Бог специально для людей насадил сад Гарный сад, шукруглий рік и цвело, и пахло, и было много плодов И было много плодов Я хочу еще дещо сейчас сказать Лукавий позаздрив на Божие творение И почав вивчать первую семью Так всех и нас сейчас вивчает Вивчать первую семью Как бы так сделать, чтобы зруйнувать счастье, которое дав Бог Знаете, в роду здоровье, счастье, мир, спокойствие и достаток, которые мы имеем, нам всем дает Бог Аминь Но если мы сгубили его, оно разтранжировалось, то нам в этом помогло, кто помогли? Правильно, демони Правильно То не от Бога, друзья И Лукавий видивав с первой семью и ждал того дня, когда Бога без него не было и когда Адама не было дома И до Еви подошел и уже... А? И вона безрозсудна мамочка наша Забыла великую помилку Думала, что вона возьмёт вяжелие керевництва всей семьи И пішла на переговори с Лукавым без Адама и без Бога Цю помилку повторили уже миллиарды жёнок И кто эту помилку зробил, их семьи сегодня деградуют Деградуют Вы меня понимаете все? Деградуют Треба было сказать примерно так Лукавый Звідки приповз, туда и повзи Будет хозяин дома, тогда придешь Аминь Аминь Это помилка многих жёнок Я прошу вас, будь ласка Не берите керевництво семьи в свои руки Бо Бог сказал, что человек Мает быть голова Аминь Ай Бог благословить Так ось Ту помилку, яку зробив Адам и Йева Вин навіть сам не знав, что он наробив По-перше, у Адама Розум працював на всі 100% Ви повинні знати, що самі учені люди Зараз кажуть, що розум людини Само розумної працює тільки на 5% А 95% так сказать В трубу Пока Следуючи У людей были все чувства Правильная совесть Правильное сердце Все было прекрасно Адам сделал помилку Продав себе Продав Йеву Продав всіх дітей Ще земля Під окупацією сатани і зла Ви не зрозуміли всі? Що стало з людьми? Скажу Що нам відкриває Святий Дух Що з людьми сталося зараз? Ось що сталося Всі люди згрешили Всі люди лишилися слави Божої Немає на землі праведно Ні одного чи є? Нема Нема Кроме Христа Я знаю брат Нема Всі люди загинули І ще всі люди заблукали І людям Роду людському І на Україні І на островах І десь ген-ген далеко Де багато снігу Ще багато сонечка Уже ніхто людям На землі не допоможе І Бог повний милості Знаючи Що людям вже ніхто не допоможе Бог дав дуже велику помочь Руку помочь І ця помочь є Ісус Христос Алілуя І Бог послав Ісуса на землю У саму до той час Найкращу Найрозумнішу Найправильнішу країну Не на Україну Не на Україну І не до Чукчів А до Які були найближчі до Бога Але вони були такі вже Духовні Навіть нема куди Крижники Фарисеї Саддуки Ісус Ісус І команда священників А доступ до храму мали хто? Правильно Священники Що вони з нього зробили? Помните? Якщо сказав Ісус то то правда Амінь? Братя Він казав не храм А ви з нього зробили Печеру розбійників Вертеп Це має бути храм Має бути служба Божа Що зробили з нього? То була справді То була справді Вертеп Нерозбійників І ті священники напевно були і тими розбійниками Але про що ми зараз говоримо? Бог пислав Ісуса Тобто ви всі знали Якщо ми отримаємо поміч То нам допоможе тільки Ісус Христос Амінь? Тільки Ісус Христос Чи питання спасіння Чи питання звільнення Чи питання уздоровлення Чи питання хрещення духом з тим Все це робить тільки Ісус Христос А ми його тільки пальці Зрозуміло? Братя це тільки пальці Христові А все це робив і робить Ісус Христос Алілуя Ось така духовна фотографія роду людського И вот я вас сейчас запитаю, когда покаяться сторож, вот мы зарабатывали за хлопца, за девчину, а вот когда покаяться сторож, для сторожа треба омивать сердце, а? Треба. А сумление треба омивать, или нет? Треба. Правильно. А розум треба обновлять, или нет? Это может хватить ему? Нет, в Библии треба. Людов, ну то сторож, ясна речь. Ну а как покаяться академик, а? Ему треба мить сердце, братя, а? Академику? Да, правильно, аминь. А сумление треба мить ему? Тоже треба. Ну а музей ему треба регулировать? Ну, так написано, обновляти розум людский, чтобы Ліна придавала розум Иисуса. Ага. Навіть чи то сторож, чи то академик. У всех людей мало того, что они загинули. Сердце працює неправильно, сумление працює неправильно, и если люди не имеют Бога в розуме, то у них левая резьба. Чорный называют белым, белый называют чорным, сладкий, гиркий, гиркий сладкий. Вчора рано я иду на зібраня, ночью в радиомашине, и дукум-дукум, а уже там байки гнуті по чару цей Христосовский клуб. У нас еще что не было? Называется християнская страна. Для многих из нас наше сегодняшнее святое в имя Иисуса, святле Христосовское святое, это для нас свято. Слава Богу! Аллилуйя! Но у многих из семей, как Армагедон. Так, даже в этом селе Верхоломьевская ночь. Синь, побитые, вибитые очи, побитые зубы. Ночусь под стрихом или у соседей. Потому что там не Бог мает доступ, не Дух Божий благословляет, а демони правят и руйнуют людей. И это я факт. И мы должны это признать и знать, что нам всем, всем нам потребен Иисус Христос. Аллилуйя! Всем нам потребен Иисус Христос. Всем, брат и сестры. Всем. Хай бы нам Бог помех. Что говорит апостол Петро? Что когда пришел Иисус, и Он ходил, написано. Иисус Христос ходил, проповедовал, научал, выздоровляв, звольняв и благословляв. Аминь? А? А Він не тот самый. Так. Така рука помощи, таке благословение, яке было в Христе для земли, никогда земля такого не знала. Николи. И так Бог, Христос, благословит Израиль. Ну и что та команда придумала, а? Что там, с вертепом деломали? Что она придумала, эта команда? Дай знищить Иисуса. Они сделали все, сфабриковали, придумали неправедливый суд, неправедливые святки, подкупили Иуду, и багато чего. Ну, в конце концов виконули сказание пророками, убили Иисуса, и сделали все, чтобы он не встал. В гроб завязали, привели камень, но я читал, что Бог воскресил своего отрока. Аллилуйя! Слава Иисусу! И это благословение, которое Бог дал через Христа, оно не остановилось. Оно не остановилось. Бог воскресил Иисуса, оживил Иисуса, и послал Его до вас, чтобы вас первыми написано благословить. Люди вси нуждаются в великому спасении, и Бог хочет всех нас благословить. Аминь! Вси народи благословить, всю Украину благословить, всі чоловеки благословить, всі жители благословить, Бог воскресил Иисусу, и послал Его до нас, чтобы нас благословить. Аллилуйя! Мы все нуждаемся в великому Божому благословении. Это прекрасно принятие Иисуса Христа. Это здорово, это прекрасно и благословенно. Аллилуйя! Мы сейчас, друзья, будем мать молитву, специальную молитву. Все проповеди Иисуса Христа, апостоли, они дилятся на три группы. Как прийти до Иисуса? Как научиться у Иисуса Христа жить правильно? И как идти правильно за Иисусом Христом? Мы имели много молитвов сейчас. И Бог нас благословляв, и нам всем добре, правда? Аллилуйя! Аллилуйя! Нам всем добре, братья и сестры. Для нас это приятно, это такая хорошая жертва для Господа Иисуса. Богу это приятно, что столько людей собирается в имя Иисуса. И столько раз мы говорим аллилуйя, осана, хвала и подяка, братья и сестры. Все прекрасно, друзья, и это чудово. И хай Бог благословит. Я вам расскажу одну свою историю. Я мало прикладу рассказов, когда я проповедую, потому что моя задача проповедовать Ивану. Аминь? Вы слышите? Это не то, что Бог покликал. Но много хороших случаев, когда Бог живет и спасает людей. Я был когда-то в одной из семьи, и Бог эту семью спас. Прошло несколько лет, и в той семье, еще частью этой семьи, кто из того брата, которого я жив, Бог его спас, хрестився этим духом. Мы имели хороший благословенный час. Но у него была сестра. Такая сестра, знаете, интересная такая, старшая, 55 лет для этой женщины. И когда он узнал, что я снова приехал, он кличет у сестры, и говорит, Ивану, что я вас попрошу, побалакайте с ним. Не побалакайте с ней, а побалакайте, может, трукнетеся, когда она покается. Ну, у вас так получается, сказали и работают, я говорю, ну, трукнетеся, и хай покается, и так далее. И он ее привел, и пхает, иди, иди, иди до него, значит, он там трукнется, и будет все доброе. Я думаю, ну, что делать? А он говорит, что ты как трукнете, ты как трукнете, ты как трукнете, и ты будешь благословен, и спасен, и покаян, и все будет доброе с тобой. А она, ну, я стою, она, в ней пхает, а она так, знаете, еще не соглашается. Вже стала близко біля мене, и бачу, что эта женщина набрала такой смелиості, и каже, правда то, что не правда, но если вы хотите, чтобы мне трукнулся Бог, то сделайте так, как это было в часы апостолю. Вот думаю, попался. Вот думаю, попался. Я говорю, а как вы хотите, как в апостоле? А что были вогняные языки? Вот так. Ну, думаю, Саня, ты уже дважды попался. Стали мы молиться, начали кликать имя Господа Иисуса Христа. Господи, говорю, ты завжди меня выручал, я завжди влетал, будь ласка, выруч еще раз. И мы покликали его до Господа Иисуса Христа, и узнать, не прошу пару хвилин, может, до хвилини. Я думаю, что с ней, о, слезы повели. Я думаю, что она подняла руки, приняла Святий Дух, начала спевать Духом, молиться Духом. Вже я соби там или не вспомнився, уже я втешаюсь, а он бегает, втешается. Вже мы так, говорим, тридцать втешаемся, уже сорок, уже час тридцать, уже два тридцать. Вже я ходу, уже он ходит, а она славит Господа Иисуса. Ну думаю, что это делать, что уже нужно идти, часы там, уже женщина ховает вечеринка, а она стоит и славит Бога. И когда она, где-то три часа, может, три-десять, прошло, десять хвилин, она зупинилась тихонько. Так хорошо спевала, віршами, рифмою, такими гарными, прямыми, ласкавыми мовами, різными мовами, славила Иисуса. И так тихонько змокла, открыла очи, побачила, что два человека на земле стоять біля неї. И говорит, вы что, ничего не видели? Ну я уже там хотел удачь себе, что я что-то там значу. Она говорит, пламень огняный стоял над мной. Аллилуйя. Боже мой, думаю, задумает человеку такую речь, и Бог измейдас. Аллилуйя. Слава Иисусу. Дорогие друзья, сейчас тот час, чтобы помолиться за наших людей, которые с нами сейчас, которых кличет сам Иисус Христос до себя. Понимаете меня или нет? Я все равно голос. Я такая самая людина, как вы. Я не я спаситель. Сегодня есть тысячи человеков моего века, которые производят кока-колу, пиво, алкоголь, наркотики и травят наших украинцев. Вы знаете это? Ну. И еще им гроши за это платят. Так. И они лишили все, и этим делом сейчас занимаются. И бедуют наши люди сейчас. А я один из таких людей, который лишил все, что им имел. И сегодня езжу по краю и кличу наших людей до Иисуса Христа. Подобается это вам или не подобается, но мне это подобается. И я знаю, что это подобается Господу Иисусу. Аллилуйя. Я живой святок, как Бог дает, спасает и выздоровляет. Слава Богу, друзья мои. Сейчас все тихонько, будь ласка, молитесь. Прошу. Основным духом. Все, будь ласка. В имя Иисуса. Все поднялись. Тихонько мы молимся. И смотрите все на меня. Тихонько духом все. Смотрите на меня сейчас. Я обратаюсь до вас. В имя Иисуса Христа. Дорогие мои, чоловики, женщины, кто первый раз, кто вы приближен, отступники и отпавшие. Дети верующих батьков. Так не всегда бывает. Но сейчас, когда в этот час, в эти минуты, когда идет специальная молитва за вас. И как до вас сейчас говорит Дух Святой Божий. И вас Бог кличет о себе. Будь ласка, не противься Духу Святому. Аминь. Вы слышите меня все? Не противься Духу Святому. Сам Иисус вам зараз дає покаяння. Всі ми тихонько молимся в имя Иисуса. Аллилуйя. Святий Дух Божий. Твоя милість. Твоя ласка. Твоє милосердя. И Твоя благословіння. Твоя милосердя. Прийдь, будь ласка. Дайте ходь, будь ласка. Ще, будь ласка. В имя Иисуса. Аллилуйя. Алло, отче. Я прошу вас, будь ласка. Це зараз ваша хвилина. Це зараз ваш час. Ми кличемо до вас. Ім'я Иисуса Христа. Ви розумні люди. Ви дорослі люди. Бог з вами говорить. Алло, отче. Осана. Субтитрувальниця Оля Шор